В течение последних 30 лет и Азербайджан и Армения делали все, чтобы движение между ними было невозможно. Эти накопившиеся, наболевшие проблемы нужно решать. Ведется инвентаризация всех международных нормативных правовых актов. Прежде всего, это касается СНГ, потому что и Армения, и Азербайджан в него входят. Так сложилось, что каждый раз, когда подписываются какие-то многосторонние соглашения, представители Армении и Азербайджана делают в отношении друг друга оговорки, исключающие распространение действий этих соглашений на противоположную сторону. Такого рода оговорки, мешающие осуществлению транспортного сообщения между двумя странами, должны быть сняты. Как передает канал 13, об этом заявил в интервью российской газете заместитель пемьер-министра Российской Федерации Алексей Аверчук, который также представляет Россию в трехсторонней рабочей группе по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе. По его словам, большой плац работы также связан с правовыми вопросами. Между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений, нет пунктов пропуска, таможен, всего того, что обычно бывает между соседними странами. Более 30 лет госаппараты двух стран системно работали друг против друга, и теперь им необходимо искать развязки и находить компромиссы. Людям это тяжело, так как на них лежит груз всей предшествующей жизни и истории взаимоотношений между их странами. Когда все эти решения будут найдены, Азербайджан и Армения решат, что они готовы их осуществить, можно будет приступить к восстановлению дорог и после этого возобновить транспортное сообщение. Главное – видеть хорошее будущее, и, конечно же, важно, чтобы никто сейчас не предпринимал шагов, еще более осложняющих эти и так непростые отношения, подчеркнул российский вице-премьер.